Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами на «Влияние». Верю, что вы будете благословенны сегодня. Меня в эфире моим собеседникам сегодня предоставлю Антон Валерьевич Колганов, декан школы консультирования, движения «Территория ответственности», консультант, душепопечитель и один из пастырей служения «Альфа». Добрый вечер, Антон. Добрый вечер всем, кто нас смотрит, слушает. Ну, welcome, мы говорим так, welcome на телеканал «Импакт». Это дебют Антона. Да, принимаю. Спасибо, что пригласили. Мы верим, что, возможно, наши отношения будут углубляться, как мы говорили до эфира. Вот, и немножко о себе, пожалуйста. Прежде чем мы перейдем к интересной теме, это будет, я говорил, благословением для вас и для нас. Пожалуйста, Антон. Я с Киева. Так получилось, что большую часть жизни прожил в Украине. И последние события изменили все. Попал сюда. В Сакраменто. Да, именно в Сакраменто. Точнее, в Файрокс. Я муж одной жены. И с супругой Натальей мы вместе воспитываем четверых детей. У нас мальчик 13 лет. И когда он у нас родился, я стал отцом. Когда у нас родилась первая девочка, я стал папочкой. А теперь у меня три девочки еще плюс к сыну, а того четыре. Поэтому я папуля. Вот примерно так, да. И уверовал я в 2004 году в такой старой, 50-нической церкви роженицы многих-многих других церквей и служений. В Украине там же? В Украине, да. В Киеве. Церковь по улице Карьерная, 44. И там прошло мое крещение и вступление в служение. Там я был рукоположен в свое время. И вот продолжаем служить Господу тем даром, который получили в нем. Слава Богу. Это церковь многих старожил. Да, я же говорю, роженица. Я был там, как молодым мы были. Это был 84-й год. А я только родился. Моя жизнь только начинала. Ну, в то время я был молодым человеком. И о церкви на Карьерной. Во-первых, знал весь Советский Союз. Во-вторых, это была такая живая церковь. 50-ническая, традиционная. Азирюга был. Это отец, наверное, этого сына. Сейчас, по-моему, сын его ведет служение, да? Или кто-то другой? Нет, там Николай Каленек Владимирович. Он продолжает там служение. Каким образом Господь, Антон, повел тебя в служение, консультирование и душепопечение? Ну, помните, у Господа есть свои времена и сроки. Он говорит, прежде чем я образовал тебя, я избрал тебя, да? Нежели ты вышел из утробы, я определил тебя. Он обращался к пророку. То же самое, я верю, Господь делает. У него есть... Он говорит что-то, оно делается. Дело в том, что я покаялся там, но вот мой путь до покаяния, это путь был деструктивный, то есть разрушительный. Я не с детства верующий человек. Покаялся я в 21 год. И к тому времени... Ну, родился в семье верующих родителей? Нет, нет. Обычной советской семье, в которой отец в возрасте 2,5 лет от роду, когда мне было, он оставил семью. И когда родилась как раз моя сестра. У меня есть одна родная сестра, они с моей мамой живут в Крыму, в Севастополе. И дело в том, что мой путь, это был путь такого сиротского сердца. Потому что отец оставил, а отца всегда хотелось. Хотелось, вот всегда я помню, вот в школе дети все время, они хвалились тем, что у них папа может Ван Дамма одной ручкой Шварценеггера победить. И мне как-то это вот доставляло такой дискомфорт. И всегда я искал, и вот так как это все-таки 90-е, знаете, вот ты хочешь где-то прибиться, и тебе улица становится неким и отцом, и другом, и братом. Следовательно, это путь криминала, это путь нечестия, беззакония. Там и алкоголь, и наркотики, а следовательно зависимость. И это путь полного разрушения. И когда я пришел на карьерную, я попал на реабилитационный центр, я даже помню, это было 13 июля 2004 года, полседьмого вечера. И тогда я полностью разрушенной личностью пришел туда. И Господь по сегодняшний день продолжает свое восстановление и задействовал меня. Потому что когда я был уже на реабилитации, я видел, как много людей возвращается на круги свои. Их научили читать Библию, трудотерапию, даже сидеть на собрании. Но у многих так и оставалось, сиротское сердце. И вот благодаря свое служение в школе ЛЛ Министрис, я пережил такую отцовскую руку Бога, именно вот любящую и заботливую, не только карающую. Потому что в моих глазах было искаженное представление о Творце. Либо это тот, у которого есть любимчики, либо я ему не нужен и такое внутреннее одиночество и отверженность, которые мешают тебе пережить близость с Творцом, и нет дерзновения к нему приблизиться. И вот попал я на школу такую. Параллельно я стал учиться в Библейском институте. Там же в Киеве? Там же в Киеве, Киевский библейский институт. Я поступил сначала на партнерское служение, но после первой моей проповеди три разных человека подошли ко мне и сказали, тебе надо перевестись на учительский отдел. Это христианское образование. Я даже помню, как называлась моя первая проповедь. Там лень косит под усталость. Сказал тогда эту проповедь и перевелся после этого на учительский отдел. И там Господь начал приводить людей, которые сами стали открываться, но не было навыков и понимания в полной мере, что с ними делать. Поэтому нужно было что делать? Нужно было обучаться и дальше. Поэтому Бог посылал в мою жизнь людей, которые могли мне что-то подсказать, дать совет, направить и сказать, слушай, у тебя к этому предрасположенность. То есть Бог тебя хочет в этом употребить, смирись под его крепкую руку. И вот нужно было эти не знаки судьбы, потому что в судьбу как языческое действие я не верю. Я верю в некое проведение Господня, в его замыслы. И вот мы знаем, что он будет делать, не видел того глаз, не слышал этого уха и вообще на сердце не приходило, что Бог приготовил для любящих его. То есть, Антон, то, что произошло в твоей молодости, начиная с детского возраста, ты считаешь, что это... Это, наверное, так и есть. Оно было неким толчком к тому, что Бог повел тебя в это служение. Служение душопопечения, отцы и дети и прочая вот эта тема. Да, поэтому девизом нашего служения всегда было это Малахи, 4 глава, 5-6 стих. На этом заканчивается Ветхий Завет. И именно этими словами Бог говорит через пророка. «При наступлением Дня Великого и Страшного я пошлю к ним пророка в духе Ильи, который обратит сердца отцов к детям и детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». И последняя фраза Ветхого Завета, то есть слово Ветхого Завета – это слово проклятия. «Но Бог нас благословил в Сыне, и именно Сын нам явил Отца, и никто не может прийти к Отцу, как только через Сына». И вот как раз на Ильи лежала задача в Ветхом Израиле обратить десятимиллионный Израиль от языческого поклонения Ваалу и Астарте к Богу Живому. На Илье Нового Завета, то есть на Ярне Крестителе, нужно было приготовить путь Господа. И там сказано, обратить сердца отцов к детям, там сказано не детей к отцам их, а в Новом Завете Лука передает немножко иначе, а непокорив им образ мыслей праведников. Да, вот это мандат Иоанна Крестителя, который помогает эту тему вернуть. Именно из-за сиротского сердца, поэтому Иоанн, апостол любви, говорит, неужели вы не видите? Или он говорит, посмотрите, какую любовь нам дал Отец, чтобы нам не просто называться, а быть детьми или чадами Божьими. Вот это очень важная деталь, которая помогает мне не просто претендовать, что я такой гордый, надменный, а пережить его усыновление. Вот это очень важная деталь. Кстати, если последним словом Ветхого Завета является слово проклятие, так последним словом Нового Завета в книге Откровения, 22 стихом, что является? Благословение. Благословение, абсолютно верно. Я же про это и говорю. Бог ничего не делает просто так. Я уверен, что это был его промысел. Конечно, враг пришел украсть, убить и погубить, и его была цель уничтожить меня, максимально разрушить на уровне тела, на уровне души, на уровне духа. Но кто может остановить деяние Бога? Если то, что дьявол выкинул и сделал как некий отброс на бочину жизни, именно таковым я всегда считал, и несколько попыток к самоубийству, и полное отсутствие смысла жизни, и ощущение себя ничтожеством, меня еще больше в этом утверждали, то Бог через любовь верующих людей мне это вернул. И Он же не просто нас возвращает, Он хочет нас сделать соработниками на своей Нивы. И Библия говорит, служите тем даром, который вы имеете в Боге, который получили от Него. А у каждого человека есть свой талант, который он может сделать во славу Его, расширение Его Царства и в укрепление собственной веры. Вот примерно так. Там же в церкви ты был сочитан. Да, да, нас сочетали в 2008 году. Бог дал тебе жену там же на карьеру. Да, кстати, мы были в одном служении, и так получилось, что сначала я не видел этого сокровища. Сокровища, абсолютно верно, потому что смотрел плотскими глазами, а когда Господь потихоньку начинает просвещать, написано, во свете Его мы начинаем видеть свет. И именно то, что Бог приготавливает лучше, Библия говорит, не видел того глаз, не слышал этого уха и не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил для любящих Его. А потихоньку ты влюбляешься в Бога и начинаешь любить Его творение. Поэтому Он и будет задействовать, чтобы помочь людям, которые приходят внутри, и они мучаются, потому что считают себя людьми, которые, казалось бы, верят в Бога. Я не говорю про номинальных людей, о которых они как будто не могут пробиться через какую-то невидимую стену. У них есть с ними какой-то рубеж, который они не могут преодолеть, и внутри разбиваются. И дьявол обманывает их, он создает ложное представление о самом Боге, в человеке о самом себе и, конечно же, о других людях. И тогда человек верит в ложь. И та вера, которая у него должна быть направлена на веру в Бога, она становится антиверой. Он верит в какую-то ложь. Поэтому Библия и говорит нам, вера приходит от слышания. А вторая часть стиха говорит, а слышание приходит от Божьего слова. Если человек слышит Божье слово, оно преображает его, и он начинает верить. А если человек слушает ложь, и верит в него, то от этого слышания он верит в ложь. И задача Бога, поэтому и сказано, что вы познаете истину, и истина вас освободит. 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 Да. Вот ты почти, наверное, около 20 лет ты в служении душепопрещения. В твоем консультировании, в твоей практике, какие из таких моментов, ярко выделенных тобой, ты бы отметил проблемные моменты в семьях, то ли индивидуально, в личностях, над чем сегодня церковь, в частности, и все служения сопутствующие, служения церкви, должны активно очень работать. Сейчас мы переходим уже непосредственно к нашей теме. Да. Еще в Ветхом Завете пророк Иеремия несколько раз в тексте упоминают такие слова. Они врачуют раны народа моего, легкомысленно говоря, мир мир, а мира нет. И вот слово легкомысленно, поверхностно, конечно же, призыв к нам, служителям, чтобы мы могли рассмотреть то, что Иезекииль описывает в 34 главе, кто такой истинный пастырь, который заботится о овечках своих, чтобы буйную усмирить, раненую перевязать, угнанную возвратить. Но проблемы, на которых враг всегда будет всегда паразитировать, это на вопросах идентичности человека. Потому что верующий, неверующий, рожденный свыше, нерожденный свыше, у него не записано где-то на холодильнике или где-нибудь в органайзере эти четыре вопроса, которые по большому счету все соприкасаются. Кто я такой? Кто я? Откуда я? Для чего я живу? Куда я иду? Куда я иду? Что будет после? Вот эти вопросы, они всегда стоят. И когда мы помогаем людям разобраться не только, кто я, а прежде всего, откуда я, тогда это многое определяет, кто я. Если я от обезьяны, простите, то это одна сторона. А если я от Бога и шел, зная, что Он меня избрал и к себе хочет возвратить, это совсем другой путь. Но многие люди доходят до этой уровня и остаются, не понимая, кто они есть в Боге и кто есть Бог в них. Потому что Он говорит, в вас Христос упование славы. Посмотрите, кто вы избранный. Немного среди вас таких, таких, таких. И люди, некоторые себя не могли по большому счету правильно идентифицировать. Им нужна была помощь со стороны, точно так же, как и мне. Из-за того, что у меня сиротское сердце, у меня есть кожурное представление о Боге, следовательно, на этом я буду строить и свои отношения с Богом на уровне вертикали, то есть я и мой Бог, и на уровне горизонтали. Я и мой ближний. А это значит и коммуникация, а это одна из самых главных проблем, которая есть от того, что люди не умеют общаться. Они не умеют коммуницировать, у них неправильные взаимоскрепляющие связи. А значит, это не только где-то в коллективе, не только где-то в команде, не только где-то на работе, а прежде всего в семье. Родители, дети, муж, жена и так дальше. В этом ключе это, наверное, основное, с чем люди сталкиваются, когда они обращаются за помощью. Они от чего-то страдают, вот именно вот в этой сфере жизни. Вот смотри, некто сказал, или это чисто моя интерпретация, что в Америке, особенно там, где мы живем уже много лет, очень много мужчин, но не так много отцов, к сожалению. Вот смотри, работая с семьями в Украине, начал работать здесь, в Америке, видишь ли ты универсальный, или универсальность проблем, или все-таки есть некие такие особенности для постсоветского пространства, и здесь большая ли разница в проблемах, и в причинах, которые ведут семью в проблему. Ну и до прибытия в США приходилось быть в разных участках нашего мира, и проблемы везде одинаковые. Потому что человек из того же теста, и враг одинаково хочет украсть. Грех универсален. Да, он универсален, ему покорны, и все возраста, обычно любви, все возраста покорны, и греху точно так же. И плюс-минус, когда люди обращаются за помощью, можно сказать, что комбинация грехов, она может меняться. Варьироваться чуть-чуть. Да, варьироваться, но в сути у людей одни и те же проблемы. Они могут быть людьми разной ментальности, хотя, конечно, может отличаться, допустим, человек, который находится под бомбежками где-нибудь в Украине, а человек, который находится в Неге где-нибудь в Соединенных Штатах, и он совсем не понимает никаких вещей. Но в сути у него тоже вопросы страха, комплексов или каких-то вещей, которые на него сильно будут влиять. Поэтому, когда человек знает, кто он, он знает, для чего он живет, он может справиться с этими стрессами. Во многих вещах люди все равно, коммуникация все равно будет здесь очень большим и главным критерием, в котором нужно будет помочь человеку разобраться. Одним из критериев, я задам вопрос тебе, является материальное наслоение и особенности нашей страны, нашей, говорю, Америки. Да, да. В твоих консультированиях я так понял, что ты уже глубоко вошел. То есть ты долго не рассказывал в поисках служения, Бог тебя поместил уже в служение здесь. Мой вопрос, материализм – это какая-то одна из таких особенностей, которые все-таки, то, что отличает проблемы и штормы семейные здесь от постсоветского пространства, или нет? Отчасти да. Отчасти да. Отчасти да. Потому что человек может быть тотально бедным, но при этом желающий богащаться, помните, это же не сказано, что он богатый, он только желает обогащаться. И в поисках вот этой гедонизма, удовольствий, а он думает, что деньги – это ключ к всему, и поэтому в Библии сказано, что корень всех зол – это не деньги, не богатство. Вопрос был не в деньгах, а в сребролюбии, то есть любовь к деньгам, как некой формы идолопоклонства. Поэтому еще Иисус в Нагорной проповеди говорил, что невозможно служить Богу и мамоне, потому что ты одним начнешь превозникать. И может быть, я не лингвист, не разбирал этимологию слова «бог» и «богатство», но у них есть один корень. И если играясь даже просто игрой слов «бог» и «адство», когда тебе благословение, деньги служат не в добро, а в зло. Вот вы сказали, я вспомнил, когда к Иисусу подбежал молодой юноша. Он упал к нему и сказал, «Боже, что мне сделать?» «Учитель добрый, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» На что Христос взглянул, и евангелист Марк полюбил его. И сказал, «Знаешь заповеди?» И начал перечислять с шестой по десятую, даже с пятой. Почитает своей мать, не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не вожжилай, не обижай. Он говорит, да все это я от детства исполнил. А мы знаем, что деколог или десятисловия, то есть эти десять заповедей, две скрижали. Одна касается меня и Бога, другая – меня и ближнего. И вот Иисус по какому-то стечению обстоятельств цитирует ему про заповеди, то, что касается человека и человека. И тот такой с неким бахвальством и даже уверенностью говорит, «Ну это у меня с детства». От юности, да. Да, от юности я вообще в этом проблем не имею. Легко пожертвовать, легко позаботиться, когда у тебя есть достаток. И ты чувствуешь себя на коне. Даже один может быть богат финансами и от этого испытывать некое чувство превосходства. А я, например, могу как душепопечитель богат своим жизненным опытом. Люди приходят ко мне за советом, и я могу надмиваться, потому что в жизни кого-то я учитель, и люблю, чтобы меня называли учитель-учитель, и давать там, раздавать советы. Но Иисус посмотрел и сказал, «Одного только тебе не хватает. Продай все, отдай и следуй за мной». И написано, что он отошел с печали. И вот возникает вопрос, почему, на каком основании? Ученики сказали, что случилось? Он говорит, трудно человеку, надеющемуся, да, вот, то есть буквально полагающему свою жизнь в богатстве наследовать жизнь Божию, да, наследовать царство Божие. И поэтому он говорит, что проще верблюду пройти сквозь игольные ушки, чем такому человеку. И они говорят, а кто же тогда может спастись? Он говорит, людям это невозможно, потому что все равно тебе материальная часть жизни будет привлекать. За все отвечает серебро, хочешь, не хочешь. А говорят, что деньги – это грязь, но лечебная для некоторых людей, да, они хорошие слуги, но очень плохие хозяева. И в данном случае деньги дают мне больше привилегий. Вот я приехал сейчас, гол, как сокол, вся моя жизнь осталась там. И, конечно, когда ты видишь достаток, чисто по-человечески думаешь, я тоже так хочу. И это не какая-то черная зависть, когда Библия говорит, не желая то, что есть у ближнего твоего, ну почему, мне что, не хочется иметь хороший дом? Или дети, чтобы были устроены. Да, дети были устроены, чтобы все было хорошо. Ну ладно-то я там, а дети… И в этом нет ничего плохого. Но когда попечения о плоти или о жизни могут превратиться в похоти. И именно враг будет делать так, чтобы естественные желания стали неестественными. Чтобы желания превратились в прихоти. И даже есть такой вид демократии, называется охлократия. Это вид правления обществом, основанный на прихотях толпы. Когда людям подавают, купи или продай. И вот юноша, почему я отошел с печалью? Потому что для него это был его главный критерий. И когда мы говорим про материальную сторону, человек может этим быть заражен везде. Конечно, когда у тебя больше для этого условий, то легче. Ну то есть, да, вот когда есть там среда, где много влажности, там больше риска, что там может появиться грибок или плесень, нежели в сухой какой-то части. Точно так же, когда человек больше имеет привилегий заработать, он может расслабиться. И поэтому сместить акценты. И апостол Павел, говоря о филиппийцах, он пишет им послание и говорит, я пишу вам о тех, кто были для меня отрадой, и теперь говорю, как о врагах Христовых. А ведь именно филиппийская и македонские церкви больше всего ему служили даяниями. И они были меценатами и теми финансовыми партнерами по его служению. Он говорит, они стали мыслитель земном, их слава в сраме, они вот в этом, их бог чрева. То есть, он говорил о неких вещах, которые могут увести человека. Поэтому тут есть свои критерии. Кто-то может в войне стать волонтером, а кто-то ожесточится. Кто-то в материальной части, имея финансовое благополучие, может стать рабом этого благополучия. Как, например, Лот. Он же увидел, что эта земля как сад Эдемский. Но он знал, что люди там живут неистово развратные и нечестивые. Ему пришлось мучиться в своей праведной душе, идти на некий компромисс с совестью, что не уберегло его в итоге сестер, точнее его дочерей от этого порока. И жену тоже. И жену, кстати, тоже. Кстати, один из моих друзей, есть такой Анатолий Кальчик, он в Сиатле проживает, подошел ко мне и говорит, кто-то из проповедников говорил на тему о богатом юноше и Христе, рекомендации нашего Господа, молодому юноше. Он подошел ко мне и говорит, ты знаешь, я думаю, что Христос бы нашел, так образно выражаясь, он бы все равно что-то нашел бы. Он бы в человеке, в нас, он бы все равно. Если нет, то что-то другое. То есть, настолько наша природа, она порочная, она искаженная грехом, если не таким ярко выраженным, так какими-то недостатками и пороками. Говорит, Христос бы все равно нашел бы. Я согласен, он видел, что в человеке не верял себя другим. Совершенно верно. Но при этом этот юноша единственный, кому он так сказал. Потому что Евангелие, например, от Луки нам повествует, что было много женщин, которые служили ему имением. Совершенно верно. Одному из богатых людей он так не сказал. Лишь апостол Павел, и Титу, и Тимофею, он говорит, ты богатых-то увещеваешь, чтобы они не надмивались, не думали о том, кто рядом. Но тут же вопрос не материи. Я могу быть вообще без денег? И в то же время о чем-то завидовать. Вспомнил я такую ситуацию. Я тюремный капеллан. Ездили мы в тюрьму. И звонит мне утром ответственный за мою часть и говорит мне, слушай, тебе не надо сегодня приезжать в церковь. За тобой заедет новый брат. Он там служит у нас. Это было время. У меня еще машины тогда не было. Я думаю, на трамвае ездил. Я говорю, хорошо, я его дождусь. Он говорит, он твой адрес знает, подъедет под дом. И подъезжает. Вот X5, BMW, последний модели, свеженький, еще в салоне кожей пахнет, в полной комплектации. А я утром собрался проповедовать в тюрьме для заключенных о том, что едва ли не поскользнулись стопы мои, потому что я нечистим в благоденствии их. В том, что люди почему часто оказываются в тюрьме, потому что они кому-то позавидовали, украли. Украл, выпил в тюрьму романтика. И вот сижу я в этом красивом салоне и еду, думаю, а при чем здесь нечистивые вообще? Ну ладно, нечистивые. Я знаю их конец, погибель, я увидел. И был как и шаг, то, что говорит Исаф. Я начал завидовать этому брату. И еду, думаю, интересно. Мне бы такую машину, да? Да, мне бы такую машину. И мне аж так неприятно стало, что не просто. Я знал об этом брате, что он из мира криминалов в прошлом. И тут начинают лукавые подозрения. Я уже пускаю мысль, начинаю ее раскручивать. Наверное, он часть денег припрятал, тут купил. И теперь вот пытается этим щеголять и все так дальше. Пошло-поехало. Пошло-поехало. И пока мы доехали до тюрьмы, я понял, что я хуже, чем кто-либо из этих людей. Оно во мне жило. И благо Христос через эту ситуацию во мне ее обнаружил. И только за мной стоял выбор. Открыться этому, осудить это внутри себя, отдать это на крест или попытаться запрятать и сделать вид, что ничего не произошло. Оно бы не дало мне роста, а наоборот привело бы меня к какому-то неправильному действию. Мера Божьей благодати в твоей жизни и в том конкретном случае, оно привело тебя к тому, что ты был в состоянии проанализировать. Проанализировать и увидеть себя в этом негативе. Это мера Божьей благодати. Потому что Дух Святой помог тебе остановиться. И не углубляться, и не расширяться в этих фантазиях. И это мера Божьей благодати. Но Библия говорит, что не ожесточите сердец. Совершенно верно. Да, когда услышите. Потому что многие не могут в этом остановиться. Вот мне один человек буквально на днях делился со мной, говорит, Юрий, происшедшее между Россией и Украиной, он сам украинец, или украинец, как правильно сказать? Украинец. Украинец, да. Говорит, оно не просто наложило свой отпечаток ненависти к россиянам. Я, говорит, плохо сплю. Я, говорит, плохо ем. Он как патриот. Я могу его понять. Потому что, видя разрушенное, и убитое, и разграбленное, то, что произошло, изнасилованная Украина, к сожалению. Видя это все, и человек, вот, и говорит, Юра, я не могу остановиться. И вот ночью, говорит, я размышляю, ложусь на постель, и пока я, говорит, вот представьте себе, пока, говорит, я в своих мыслях не расстреляю, говорит, целый взвод россиян, говорит, я не могу успокоиться. И он фантазирует, вот, открыл свою душу. То есть, я говорю, он говорит, что ты посоветуешь? Я говорю, он говорит, это чуть ли не одержимость. Я говорю, знаешь что, ты в молитве своей проси у Господа, чтобы он поставил предел или черту, когда ты в своих фантазиях, в ночных бдениях, на ложе своем, на подушке, ты заходишь, 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 того убил, того повесил, до Москвы добрался, в Кремле он уже побывал с автоматом, то есть, и это, говорит, хорошо, я буду пробовать, я буду пробовать. А он говорит, впервые я получил, ну, такую консультацию. Я говорю, почему? Он там с одной из церквей в другом штате. А он говорит, потому что в основном я подхожу, поделился с одним из служителей, вылил свою душу, а украинец, брат, в простоте на украинском языке, говорит, ты молись, ты просто молись и все. А не указал, так сказать, ориентир, конкретно, о чем молиться. Я ему говорю, ты молись, чтобы Господь... То есть, это не грех, когда ты желаешь победы для своего народа. Это не грех для Украины. Но грех, когда ты в фантазиях начинаешь убивать, расстреливать, уничтожать, бомбить. Это уже грех. Помните, есть такие слова в Библии, что всякий, смотрящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце. А где сказано, кто ненавидит брата своего, уже человека-убийца. Потому что, когда я помыслил, а мысль и помысл – вещь не одинаковая. Мысль спонтанно, она приходит, и прежде чем она станет помыслом и достигнет сердца, нужно пройти в фильтры разума. Помысл – это процесс, да? Это фильтры разума, эмоций и воли, совести, интуиции и моего богопознания. И вот то, что дьявол сказал в сердце, она не сапфиры, потом Петр сказал, зачем вы позволили сатане вложить мысль в сердце. Она была спонтанна. Но пройдя все эти фильтры, помысл – это не просто процесс. Это процесс, подкрепленный и эмоцией. А слово «эмодус» – это движение. И воля, оно одобрено. Поэтому дьяволу легче создать вот этот мост между внешней, как мыслью, которая прилетает извне, и внутренним. Потому что из внутренней сердца исходит человеческого, да, и оскверняет его. Поэтому, когда человек, допустим, делится этим, и мы читаем псалмы от самых восторженных. Давид говорит, там, возрожающий горам приходит помощь, там, песнь восхождения со словословием. А в других местах он пишет, я изливаю радость, изливаю боль, изливаю печаль, изливаю уныние. Или, допустим, они живыми в ад сойдут, допустим, там, пусто будет, блажен кто о камне разобьется. И ты думаешь, это какой-то ненормальный человек, как он может быть мужем по сердцу Бога? Но на самом деле, эта вся гамма чувств показывает на самом деле, что он с этими чувствами достаточно искренне, чтобы прийти с ними к Богу и сказать самому, да, я испытываю ненависть, да, меня распирает от зависти, да, я погряз в похоти, чтобы сказать, Господь, исцели меня. Пока я буду это в себе отрицать, я не могу получить исцеление. Когда я прихожу к врачу, он спрашивает, что болит. Я говорю, да так болело, я об этом не думаю. Нет, я говорю, вот болит вот это. И он говорит, а почему у вас, ну, там, как давно это болит? А боль тупая, острая, ноющая, там, пульсирующая. Какая у вас боль? И он по характеру боли, делая анализы, узнав у меня тому подобное, он уже тогда дает мне диагноз. Точно так же Давид, он потому и муж по сердцу Бога. Когда он пришел, говорит, да, вот я вот так себя ощущаю. И тогда Бог силен забрать у меня это, потому что я ему это отдал в молитве, я с ним признался. А то некоторые говорят, как же я к Богу приду в таком состоянии. А прям Бог не видит в каком-то состоянии, да. Но мне нужно обязательно настроить себя в благоговейное такое настроение, чтобы сознаться себе, что меня душит зависть. Или там, я не могу, у меня неприязнь к конкретному человеку. Вот смотрю на него, и вот себе такой, нет, аллилуйя, я должен собирать ему горящие уголья, но делаю это не с правильным сердцем. Нет, это не даст тебе никакой пользы. А вот когда я прихожу к Богу, и тогда я уже прихожу к человеку уже с другим сердцем. И действие у меня совсем по-другому происходит. И вот как раз то, что вы сказали, что у меня была мера благодати, нет, мне нужно было поговорить с этим братом или с кем-то другим, кто на полшага выше или впереди, ну, я говорю, например, служитель, или душепопечитель, консультант, чтобы открыться ему. А Библия говорит, когда мы уходим во свете, точно так, как он во свете, и имеем общение с друг другом, тогда кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Когда говорим самим себе, что нет у нас греха, мы лжем самим себе. И истины не от нас, а значит, не можем сделаться свободными. Но когда проговариваем или исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен, будучи праведен, прощает нам наши грехи и очищает. Иногда люди могут получить прощение, но не очищение от всякой неправды. И вот неправда в данном случае, как я исследовал, смотрел, и на мое личное убеждение из всего контекста послания Иоанна, это говорится о моих ложных верованиях сердца. Неправда не просто как ложь, а ложь, которую верит в мое сердце о ком-то. Например, когда он, ага, это злодей, а он нечестивый, а он такой, а тут я вижу, что моя неправда, я неправ пред Богом. И тогда он меня вводит в мое правильное состояние. И для этого и существует консультация, помогая мне понять, ведь я хоть и консультирую, но я и сам консультируюсь. Я хоть и служу другим, но и мне служат, потому что я не самодостаточный. У меня есть тело, у меня есть наставники, у меня есть доверенные лица, у меня есть отцы веры, которые помогают мне справиться. Люди, которым я принял решение быть подотчетным. Моя супруга, которая честно может мне иногда дать. Но это от меня требует некого согласия и внутреннего решения. Без этого затаилось. Помните, как на небесах, некоторые спрашивают, как на небесах могло зародиться зло? Да, Колин, не нашлось в тебе, помните, нечестие. Он позволил этому начать развиваться. Культивировать. Культивировать, да. И оно из мысли в помысл, но начало его уже пропитывать. Сейчас. Антон Колганов с нами в эфире. И прежде чем я задам тебе вопрос следующего содержания, я уверен, что тебе готов ответ. Так экспромтом. Когда помысл, он материализуется и является уже делом каким-то свершившимся. Вот именно на каком этапе мысль или помысл сел уже, он материализуется уже. И мы говорим, впал в грех. Как это так? Такой же брат был, и вот так впал в грех. Но прежде чем ты ответишь, когда как-то я с молодежью нашей беседовал, и задали мне вопрос, что Старый Завет, особенно псалмы, они полны. Каждый почти псалом, он полон ненависти, вот ненависти, ненависти. И один из молодых людей уже американизирован, они здесь выросли, родились. То есть они в начатках учения, к сожалению, много нашей американской молодежи славянской, они в начатках учения, очень многие. Мы в нашем возрасте, в свое время, мы в их возрасте, когда мы были такие, мы глубоко были. Мы это слово, Библию, мы прям глотали его. Прям глотали. День и ночь мы вот. То есть, ну, и он говорит, как это сочетать? Вот Новый Завет и то, что Бог был, вот как ты говоришь, с Давидом. И вот такие противостояния в его душе. Он готов убить, он резать, он уничтожить. Он такие проклятия. Я говорю, я говорю, когда читаешь псалмы и доходишь до вот этих моментов, такое негативное отношение, ненависть Давида к нечестивым, к язычникам, подставляй вместо индивидуума, вместо личности, подставляй дьявола, подставляй демонов. И можешь вот так смело исповедовать. Да будут они поражены, да будут они уничтожены, да не увидят, да почуют они во мраке. Так оно и есть. И человек молодого говорит, я об этом никогда не думал, говорит брат Юра. Я говорю, думай об этом. Потому что это Старый Завет, а мы в Новом Завете. Христос в Новом Завете, в своей знаменитой речи, в 14 Иоанна, по-моему, в первых стихах, он говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот это планка, как я возлюбил вас. В других местах любите друг друга, как самого себя. Но Христос планку настолько поднял, достигая которой мы прибегаем к заключению в нашем несовершенстве. Как я возлюбил бы. Вот это, вот это, вот это, вот это что-то уже сверх нашего. Поэтому вот, и на каком этапе мысль, она материализуется? До какого предела человек должен в своих помыслах и мыслях дойти, чтобы оно материализовалось уже? Вы, вот я только что обронил эту фразу из деяния пятой главы, после того, как Иосиф, он же Варнава, киприйский, да, левит, принес... Сын утешения. Да, сын утешения, который продал свое имущество на Кипре и принес многам апостолов. Потом то же самое пришел и Ананя. И Петр спросил его, за чего ж ты позволил сатане вложить мысль в сердце и солгать... Духу Святому. Духу Святому. Почему? Потому что, говорит, приобретенная не в твоей ли власти находилась? Не твой было, да, он в данном случае, говорит, это твое дело было. Но ты поймал мысль, которую допустил аж в сердце упасть. Мысль, она на каком-то этапе может быть абортирована. Библия говорит, что... Не говори в искушении, что Бог меня искушает. Но каждый в отдельности, да, у каждого она своя. Каждый увлекается и обольщается. Сначала искушается, обольщается своей собственной похотью. А похоть же, зачав, выносив, родив грех, а сделан там буквально выращенный грех, производит смерть. У него есть свои этапы. И на каком-то этапе я могу всегда... Что сделать? Кстати, слово похоть, там используется слово эпитумия. Это слово греческого значения, которое может переводиться как желание. И это может быть абсолютно нормально. В Библии многократно это слово переведено как в позитивном, в нейтральном или греховном контексте. И поэтому дьявол может попечение плоти превратить в похоть, и чтобы человек естественно сделал противоестественным. И начинает об этом размышлять. Мне вспоминается Дуайт Муди, один известный. Евангелист Божий был человек такой. Он говорил, когда мы сеем мысль, мы пожинаем отношения. Когда мы пожинаем отношения, мы пожинаем поступок. Когда мы пожинаем поступок... Привычку. Да, мы сеем привычку. Сеем привычку, мы пожинаем характер. Посеяв характер, мы пожинаем судьбу. А судьба уже определит нашу вечность. И вот он начинает с того, насколько я могу положить мысль. Вот да, мысль в сердце. Как я уже говорил, пройдя некоторые этапы, я могу их отвергнуть и сказать, не, стоп, я не позволю дальше этому быть, я не позволю с этим иметь дело. Тогда где-то я могу где-нибудь тормозить, вот как у меня было. Помните, я начал размышлять, если бы я не открыл, если бы я не поговорил, если бы я не открыл пред Богом, не поговорил бы с мудрым человеком, оно могло бы меня уже к отношению привести. Потому что вопрос времени уже, когда оно дойдет до поступка, в каком-то действии. Просто внутри он говорит, ты уже убил. Это не было от того, что я посмотрел, увидел, все, победил, или там проиграл, или поддался. Нет. Для этого нужно будет... Почему? Иисус говорит, что царство Божие похоже на то, как человек взял семя и положил его в землю. А я ложишь, он знает, что он ничего нового не создал, он хочет точно таким же принципом действовать, он ложит мысль. И что он говорит? И человек не знает, он просыпается и ложится, и встает. И говорит, не знает, как зерно само собой производит сначала, помните, стебель, потом колод, потом зерно в колод. То есть время берет? Да, берет время. И человек где-то раз мысль его посещает там, он об этом подумал, он предаваться начинает, эмоции. А что он по этому поводу чувствует? Насколько это одобряется? Ну, то есть это со словом Божьим. И вместо того, чтобы обрубить, обрезать, он начинает обольщаться. А что такое обольщение? Это же при искушении он обольстился. Обольстился – это самообманулся. Когда он сам себе подрассказал, почему-то сделать. Это так было с Давидом, когда он вышел в интернет, простите, на крышу, да, посмотрел, и увидел в Инстаграме, или там где-то в соцсетях красивую даму. Он решил, вместо того, чтобы все это затормозить, он что сделал? Решил узнать, кто он. Углубил отношения. Да. Но все началось с того, что он бездельничал. Помните, он, например, не пошел по ходу. Он встав, написано, под вечер с кровати. Это тоже, кстати, очень важный критерий. Весь день он уже предавался каким-то мыслям. Где-то уже говорят, что уставший мозг и ленивый мозг – это мастерская дьявола. Ну, то есть, значит, и сердце. И вот он раз, вместо того, усуглубил. Узнал. Ну, ладно, узнал. Он узнал нечто большее. Он узнал, что это жена Урии, одного из его десяти. То есть, это верные его люди. И телохранители, и соратники, и так дальше. И зная, что он царь, божий человек, пророк, он что делает? Приведите ее ко мне. Он же знает, что на каждом этапе он мог бы даже привести ко мне. И написано, привели. И что он? Ввел ее в покое, написано, и спал с ней. На каждом из этапов он мог это прервать. И в итоге его мысль, его взгляд, Иов поэтому и сказал, говорит, положил я завет с глазами, помните, чтобы не помышлять, не мыслить, а уже помышление, когда туда включены и воли, и чувства, и так дальше. Чтобы не помышлять и девицы. Почему он так сказал? Да он понимал, что произойдет с ним то же самое, что потом произошло с Давидом. А это может касаться любых сфер, не только сферы, о которых мы только что сказали в отношении Давида и Иова. Это может быть чего угодно. Украсть, переписать, что-нибудь себе присвоить не свое, и так дальше, и тому подобное. Я хочу усилить это. Это очень сильная мысль. Я вспоминаю ступеня падения. В первом псалме Давид говорит, блажен человек, который не ходит, не стоит, не сидит. То есть, это, как мы говорили, процесс, мы применяем это слово. Овернайт, оно не случается, щелчком. Вначале он ходит, но потом он же все-таки возвращается. Вот вначале ваш ребенок, он ходит в церковь, он ходит в церковь, и он слышит проповедь, Слово Божие, которое все-таки, которое его все-таки вдохновляет, на служение Богу. Но, когда он не пободрствовал где-то в какой-то из областей, это может быть, это может быть плохие отношения, это может быть привязанность к плохой компании. Даже обида на отца. Даже обида на отца. Это может быть, как ты говорил, интернет, соцсети, или ежесними, все, что связано. Это может быть все, что угодно. И вот он ходит туда, но он еще возвращается в отцовский дом. Он ходит, возвращается. Но, если он не положит конец этому хождению, обязательно придет момент, когда дьявол подбросит ему идею остановиться. То есть, он будет там почаще останавливаться. Но еще возвращаться. Он еще будет в церковь возвращаться. Он в отцовский дом будет возвращаться. Он будет в хороший, нормальный круг общения. Но он уже будет останавливаться, скрывая от посторонних. А дьявол, он же хитрец. Он имеет многотысячную, если не многомиллионную, летнюю практику. И обязательно придет такой момент, когда этот молодой человек, или этот юноша, или этот мужчина, или это женщина, или это семья, они обязательно сядут. Уже недостаточно будет этих моментов постоять, чуть-чуть постоять, одним глазом посмотреть, переключить на какой-то сайт, а потом быстро раз-раз-раз, ну, я же, я же дитя Божия, я должен уйти отсюда. и если не будет поставлен предел и не будет вот то, о чем мы говорили чуть выше, вот вот этот звонок, который не возвратит его, бесповоротно оттуда, куда он, он обязательно там сядет. И вот когда он сядет в собрание развратителей, это приведет к тому, в одной из церквей, я там часто бываю, это не в Калифорнии, и всегда, когда я бываю, всегда мать пишет записки, это уже годами, ой, это уже годами, одинаковый почерк, поодинаково излагает свою мысль, просьба служителей, просьба церкви, это вопль матери, и это годами, если не десятилетиями, вот представьте себе, что сын уже настолько сидит глубоко, что уже не может подняться, настолько он увяз, погряз, он влип уже конкретно, понятно, что церковь молится, понятно, я представляю состояние родителей, там уже вопль к Богу, там непростое ежеси на небеси, там уже и посты, и все, понятно, что по молитве, по настоянию Господь придет на помощь, и у нас тысячу таких примеров, когда Бог вырывает из цепей, из пасти сатанинской, да, вот, но, но, вот это как один из примеров, лучше не ходить, не стоять, и не сидеть, это лучше, это самый лучший вариант, лучше даже не смотреть в ту сторону, лучше даже не прикасаться, лучше даже мысль не пускать настолько глубоко, что ты уже сядешь, и тогда требуется сверхъестественное, неимоверное усилие общества, как мы говорим, церкви, родителей, родства, маленького или большого, для того, чтобы все-таки вытянут оттуда. Как репка, помните? Пожалуйста. Бабка за бабку, бабка за репку, помните? У тебя 10 минут, потому что ты должен говорить сегодня, а я забираю твое время, пожалуйста. Тут какая важная деталь, когда мы говорим о том, что он сидит в собрании развратителей, человек уже влип, у Бога всегда есть шанс, он всегда и смирится, когда народ как народ или отдельная личность, монассия, который так далеко зашел, это ветский завет, это нечестивец, который превозмог всех царей, даже Ахава и Яровама и всех, при том, что был сыном царя Иезеки, благочестивого царя, и он превозмог, но в библии глубоко смирился, да, вот смирение, Бог кому дает благодать? Вот вы говорите о благодати, только тому, кто смирается, я не могу вырасти, я не могу освободиться без благодати, а что такое благодать? Я рассматриваю благодать и милость как немножко разных, они очень похожи, но это не одно и то же, милость это, когда я заслужил какое-то наказание, а меня помиловали, то есть мне не воздали за мои беззакония, благодать же наоборот, это когда я не заслужил какого-то даяния или какого-то дара или подарка, или вознаграждение, а мне его дали. Поэтому даже есть выражение «по благодати». И я иногда говорю, что мирская наглость не так сильна, как христианская простота. Иногда это путается. В этой простоте, на самом деле, ты говоришь, это я по благодати. Нет. Это то, что Бог дает по благодати. Он милует и вознаграждает. И вот задача души попечителя — помочь. К сожалению, у нас в этой сфере есть много труда. Особенно, кстати, в славянской культуре. Почему? Потому что у нас общество, которое работает всегда с последствиями. Вот мы сначала ждем, когда человек уже окажется. Потому что в консультировании есть такое понятие, как привитиновое, предупреждающее, на опережение. То есть что-то научить, прежде чем острожник бабушка, там люк открытый. Ой, шутники! И улетела. Потому что под ноги не смотрела. Как бы эта притча не каноническая не звучала, но я предупредил. И вот когда озвучит проповедь в церкви, когда есть наставление, увещевание, это попытка человека что сделать? Уберечь. Есть вещи, которые идут на укрепление. Например, там, одинокого человека или семейного. Как ему себя беречь, хранить, например. Давид говорит, как хранить юноши в чистоте путь свой. Хранением себя по слову. А усиливает мысль, говорит, чтобы не грешить пред тобою, что я положил в сердце слово твое. Одно, другое текстом он показывает укрепляющую сторону. Но вот проблема, когда уже такие записки мамы пишут, слышал такую старую еврейскую мудрость, что если с Богом не говорить о детях, то всю жизнь будешь с Богом... В смысле, если детям не рассказывать о Боге, всю жизнь будешь с Богом говорить о детях. Потому что в данном случае мы работаем часто с последствиями. И, конечно же, проще построить забор на вершине горы, чем множество коррец скорой помощи под горой. Лучше сейчас научить чему-то, чем потом множество рип-центров, центров адаптации для тех, кто там вляпался уже, как этим влип, вот как вы сказали. Но, к сожалению, есть что есть. И поэтому работаем и с одинокими, и с семейными, и с разведенными, и с давцами для того, чтобы и предупредить, и иметь укрепляющие действия, и, конечно же, уже кризисные. Конечно, скризисно всегда сложнее работать. Это много работы, чтобы извлечь у человека ложь, в которую он верит, и заменить ее на истину. Потому что она только сделать свободным. Не Антон же же делает свободным, а Христос, я кого освобожу. Но проблема в том, что вцепляются иногда в души попечителя, как в некий спасительный ориентир. Ну, моя задача – правильно переориентировать. И иногда Бог по своей благодати и милости, как раз то, о чем я и говорю, может, так легко. Раз, за человека помолились, и он получил свободу. А иногда, из-за того, как долго он погружался в эту болото или трясину греха, точно так же потребуется время, чтобы его оттуда вывезти. И когда человек не получает сразу скорых результатов, он ожесточается. Или на Бога, или на церковь, или же на пастыре, или того, кто ему служил. И это тоже беда. Потому что дьявол его обманул. Он продолжает верить или ждет вот этого фастфуд-эффекта, в котором я быстро выйду. А еще хуже, когда он винит всех вокруг. Так я про это и сказал. Он будет винить нам всегда. Это еще с Эдема. Жена, которую ты дал мне. Да, причем, что он же обвинил Бога, за то, что тот дал ему жену. И сказал, вот вы меня оба довели. Вот если бы ты мне, Бог, не дал жену, я бы так не сделал. Поэтому я белый и пушистый. А когда он жену спросил, жена сразу нашла. Я когда с детьми выясняю, кто там что-то начудил. Натворил, да. Да, у нас чудил, видите, чаще всего негативного. И кто это сделал? И так, значит, он, она, ну, и вот это с самых пор. И пока человек наконец-то не возьмет ответственность за свою жизнь на себя и скажет, да, я, вот то, о чем мы говорили, завидую. Или я настолько завидовал, что я позволил этой зависти меня пропитать, и она вышла на уровень поступков. Это стало перманентным чувством в моей жизни. Оно стало доминирующим. Это будет про помысл. Сегодня общался с мужчиной, и у него проблемы есть там в ментальной стороне жизни. И мы разбирали с ним филиппийцам, четвертую главу, в которой сказано, что кротость ваша, не крутость ваша, да, а кротость ваша, да, будет известна всем. Это моя ответственность? Да. Господь близко. И потом он говорит, что не заботьтесь ни о чем-то буквально, не тревожьтесь, не смущайтесь, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И эти желания могут быть хорошими. Хочу машину, хочу квартиру, хочу, чтобы дети устроились, хочу там, ну... Хочу жену. Хочу жену, там, хочу счастья. Или там, когда я говорю пред Богом желание, там, хочу выпить, хочу там, ну, пойти сделать какое-то зло, я тоже открываю Богу желание и благодарю не за то, что у меня есть это желание, а за то, что Бог мне пошлет благодать, потому что он уже этот вопрос решил. Мне остается только довериться этому процессу. И поэтому, чтобы усилить эту мысль, он говорит, и тогда, говорит, мир Божий, который превыше всякого ума, то есть, и помышление, говорит, помните, сохранит ваши сердца и помышления во Христе. Не просто мысли, а помышления. И чтобы дать более практическую часть, апостол говорит, наконец, братья мои, что чисто, кстати, то, что касается как раз и интимной стороны жизни, что честно, что любезно, что добродетель, что справедливо, что похвала, что достославно, о том помышляйте. То есть, это моя ответственность. И тогда, говорит, мир Божий будет с вами. Что видели, что слышали, что приняли, чему научились, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Это ответственность, которая мне присуща, и моя задача, как консультанта, указать, а человеку исполнить. Не переложить на Бога, на пастыря, на церковь, потому что там сам не молится, зато хочет, чтобы за него вся церковь молилась. И он всегда будет искать не нерадных, но ответственных. А, меня нету. Хочешь ли быть здоров? Да, но не имею человека, который бы меня проконсультировал, или спас, или понес, и так дальше. Человеку всегда свойственно на кого-то это переложить. И поэтому мы говорим, чем отличается клиент от пациента, мы объясняем. Пациента приносят. Он в полной власти врача. Клиент же приходит сам. И он обращается за помощью, он ищущий сострадания, он ищущий решение проблемы, он ищущий разрешения какого-то кризиса в своей жизни, в семейных отношениях. И моя задача, во-первых, указать на того, кто это все может сделать, показать некий инструмент и пройти с ним какой-то путь, чтобы человек мог уже потом взять на себя ответственность и идти дальше. Я буду костылем до времени в его жизни, как некий костыльчик, но не самоцель. И в этом ключе перенаправить человека на отдельный помысел. Когда он выбивается, мы продолжаем, чтобы по-новому и нейронные клетки в голове выработались, чтобы вот эти нейронные связи, чтобы человек мыслил, потому что у нас еще мозг пластичен, он может видоизменяться как жидкость, которая может приобретать такую форму, в которую я ее помещаю, так и мозг в плане мышления. Это очень важно сделать. Антон Калаганов был с нами в эфире. Спасибо, Антон. Я думаю, было интересно. Это наша первая встреча. Я верю, что не последняя. Я верю, что мы, возможно, Бог будет угодно, мы проведем целую серию подобных программ. и пусть Бог благословит тебя. И доброе начало в Америке. Принимаю, спасибо большое. Ты вошел в среду, в среду как общество. Поэтому спасибо тебе, что ты, так сказать, делаешь такую большую работу. И вот, и Бог, да, огради и тебя, и твою семью, потому что тебе нужна особая ограда. Аминь. Ты сколько ежедневно принимаешь, сколько принимаешь, это аккумулируешь в себе. И это надо. Стараемся отдавать Богу. Отдавать Богу, да. Если это не в себе сохранять, разорвет и самым плохим образом скажется. Да, 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 да. Как мне однажды супруга сказала, я раздожился вечером, пришел там, наорал на детей, на нее. И она говорит, а, это все, что ты нам оставил, да? Это было таким сильнейшим обличением для меня. все самое лучшее я раздал остальным. А для самых дорогих вот это оставил. Спасибо, родной. так я еще так сделал. И я такое обличение от Духа Святого получил. Спасибо, жена. Спасибо, Бог. Спасибо, Антон, тебе. Друзья, спасибо, что вы были с нами на «Импакте». Помните, Иисус Христус любит вас много, велико и велико. Оставайтесь с нами на «Импакте» и будьте благословены. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok